Здравствуйте! Это программа технологии здоровья и сегодня мы целиком и полностью посвятим ее детям. В детском отделении Федерального центра нейрохирургии города Тюмени врачи исцеляют от самых страшных недугов детей в возрасте от 0 до 18 лет. Здесь мы с вами сегодня и побываем. Без преувеличения, это ведущее в России специализированное отделение для лечения детей с нейрохирургическими заболеваниями. Список огромен и в нем немало диагнозов, за которые многие, даже иностранные клиники, просто не берутся. Не потому, что не могут, а потому, что не уверены в благоприятном исходе. В Тюмени тоже не боги, но при этом отказывают крайне редко. Мы рассматриваем каждого индивидуального ребенка максимально сколько нужно помочь, в любом случае. Поэтому мы стараемся не отказываться, стараемся браться даже за самые сложные случаи, которые отказываются уже все. Такие тоже есть. Много таких? Часто? Это практически все отделение, это вот именно те, которые отказали на месте, либо перенаправили нас к нам сразу же. Такова политика Федерального центра нейрохирургии, а вернее принципиальная позиция главного врача. Именно Альберт Суфианов оперирует самые сложные случаи. За 8 лет работы центра таковых уже не одна сотня. И благодаря сарафанному радио по-настоящему уникальные операции делают здесь снова и снова. Достаточно сложно отказать маме или отцу. Очень сложно. Они приезжают сюда, пройдя, как правило, в ведущей клинике Москвы, Санкт-Петербурга, Израиля, Европы, Америки. Они приходят сюда уже как в конечную инстанцию. И они понимают, что если здесь отказывают, то уже ребенок, скажем, обречен. И вот в такой ситуации отказать родителю, понимая, что после этого уже ничего не будет, ну, сложно. Я не могу себе позволить. Я всегда рискую. Так она и пишется. Новейшая история тюменской медицины. А вместе с такими операциями создается репутация Федерального центра нейрохирургии. Репутация и среди пациентов, и среди коллег нейрохирургов по всему миру. Те же европейские специалисты уже знают, что ту или иную операцию могут сделать в Чумени. И уже по протаренной дорожке отправляют сюда своих безнадежных пациентов. А кто-то приходит сам. Спасибо интернет-консультациям. У пермячки Алисы огромную опухоль в голове обнаружили во время планового УЗИ, когда девочке исполнился месяц. На родине врачи развели руками. Неоперабельно. Как узнали про Тюменский нейроцентр? Или вас направили именно ваши врачи? Нет, нас не направили. Про Тюмень мы узнали чудом. Потому что действительно общими усилиями, знакомыми мы попали в Тюмень. И Юрий Алексеевич взял на себя такую ответственность. И за буквально пару часов, рассмотрев наши снимки, ему отправили по почте, он принял решение взять нас на госпитализацию. То есть, если мы обратились в пятницу, в понедельник мы уже были на госпитализации. Мы обговорили все с нашим главным врачом, с профессором. Решение оперировать, такую сложную историю, принимал все-таки Альберто Крамович? Принимал Альберто Крамович, конечно. Потому что мы так, это еще раз говорю, это на грани того, что он операбельности. Поэтому такие решения, конечно, мы всегда обсуждаем с главным врачом, с Альберто Крамовичем. И буквально в течение нескольких, он всегда идет навстречу, всегда есть какие-то сложные случаи, он всегда включается в процесс, уже активно. И буквально в считанные минуты уже был получен ответ, что надо брать, в любом случае оперировать ребенка. Надо спасать его. Спасли, как и сотни других детей, и из разных уголков нашей страны, и из стран зарубежья. Для их лечения в нейрохирургическом центре созданы все условия. В детском отделении 15 коек, каждая в отдельной палате, а к каждой койке место для мамы. Ну и все удобства в придачу, включая специализированную мебель и даже шины жизнеобеспечения. Пустых палат здесь не бывает никогда. Как и несложных операций, подчеркивает зав. отделением Юрий Якимов. Нельзя недооценивать противника. Нередко, казалось бы, рядовой случай уже в процессе становится уникальным. А борьба за жизнь и здоровье человека может длиться не один час. На памяти есть случаи, когда были операции по 16 часов, которые непрерывно были. Мы вынуждены были всю операцию, не меняясь, стоять. И, в принципе, все успешно было. Команда профессионалов-энтузиастов работает как единый организм. И происходят удивительные вещи. Мы видим, как они, там, ребенок, который, например, в перспективе мог бы там никогда не пойти, да, а он начинает там у тебя на глазах бегать, например. Ну, я, честно, иногда плачу с родителями, вот честно. Вот я плачу тихонечко где-нибудь. Ну, вот я вот такая вот тоже, хотя, казалось бы, я должна быть вот там такая стойкая, как вообще. Кремень, ну, вот это самое главное, мне кажется. А еще тюменские нейрохирурги освоили и успешно практикуют операции детям нерожденным. Современная тенденция мировой медицины переходит все-таки больше уже на внутриутробные операции. То есть это общая мировая тенденция. И мы просто вслед за этой тенденцией идем в ногу со временем, что называется. То есть мы переносим технологии, которые используются, новые технологии, которые используются на новорожденных, на уже взрослых. Мы переносим это на внутриутробные хирургии, получаются новые технологии, получаются новые продукты, которые улучшат борьбу с болезнью. Еще несколько лет назад такие дети при самом благоприятном исходе были обречены на пожизненное страдание сразу после рождения. Но благодаря новым технологиям, знаниям, мастерству и смелости врачей болезни остаются только в памяти родителей и в профессиональном активе тюменских нейрохирургов. Но все же, каким бы замечательным ни было медучреждение, лучше в него не попадать. И вот рекомендации доктора. Вести здоровый образ жизни. Родителям прежде всего? Родителям тоже. Прежде всего и родителям. На самом деле болезнь закладывается еще у родителей, а дальше уже переносится все на предрасположенность, наследственность. Вы говорите про врожденные болезни, которые могут быть, например, с рождения образуются, но на самом деле они образуются внутриутробно. А некоторые болезни еще находятся в генах. Поэтому эти болезни мы профилактировать можем только вот в здоровом жизни. Ну а когда это не помогает, помогут профессионалы и технологии здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова